Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем несложное выполнение, но в итоге очень красивую повязку на голову. Данная повязочка у меня связана на обхват головы 54-55 см, но ее можно связать абсолютно на любой размер обхвата головы. Вы просто по ходу вязания длины примеряете на голову и смотрите, где вам стоит остановиться. Вяжется достаточно легко, быстро и просто. Затрата по материалам уходит около полноточка, даже пожалуй меньше. В принципе, как на мой взгляд, подойдет, так как связана из полушерсти данная повязка, то подойдет для осени, весны и даже для зимы, так как ниточка в два сложения. Если возьмете ниточку потоньше, то вяжите в 3-4 сложения, при этом получится вязка более пышнее. Ширина данной повязки у меня 9 см, я считаю, что это оптимальная. Ширина хотите, можете сделать больше. Если будете вязать ниточкой в 3 сложения, в 4 более тоньше, то, соответственно, она и получится шире. Что хочу сказать по ходу выполнения. Я думаю, что у вас не возникнет никаких вопросов. Можно вот такую вот перепоночку по центру не делать. Точно так же и брошечку можете не делать. Если вы не будете украшать никакими брошками, то данная повязка подойдет и, как на мой взгляд, для носки, скажем так, в городе. И не будет к себе настолько привлекать внимание, как, к примеру, чалма. Она имеет такой красивый, аккуратный, но пышный вид. Она тепленькая достаточно. На образце, который предлагала одна из моих подписчиц, вязать, там предоставлялся цвет красивый баклажан. Вот это, если вы будете вязать этой пряжи, которой я использовала, то это 111 цвет. Я вам покажу, как связать из 62 цвета, чтобы вам на камеру было видно и понятно, что я как вяжу. Я надеюсь, что вам останется все понятно. Не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжу Alizella на Gold Fine. Здесь 390 метров в 100 граммах. К сожалению, так как нет упаковочки, то можете посмотреть видео о данной пряже. Ссылочку ниже оставлю под этим видео. Там подробно рассказывается, что это за пряжа. Я буду использовать молочного цвета пряжу, чтобы вам было более видно. Спицы будут у меня номер 4,5. Для удобства я взяла чулочные спицы. Вы можете использовать любые прямые на леске, какие вам удобно. Будет вязаться наша повязка поворотными рядами. Соответственно, нам нужна будет какая-то брошечка, которая будет у вас располагаться по центру. Возможно, вы захотите просто вязаной оформить, такой вот тоже поперечной, скажем, захлесткой. И также нам понадобятся ножнички. Если же вы используете новый моток, то вам понадобится вязать ниточкой в два сложения. Поэтому достаете один, скажем так, краешек ниточки, когда снимаете этикетку, а второй с самого центра мотка. То есть, когда наматывается бобинка, то у вас получается один край с внутренней стороны, один с внешней. Вот так вот соединяете, достав два края. Сложив вместе, мы будем вязать ниточкой в два сложения. Я буду использовать свои остатки пряжи. Сложив ниточку вместе, мы начинаем набирать петельки. Для своей ширины я буду набирать всего три рапорта узора. Рапорт узора одному составляет 4 петли, то есть 12 петель. Плюс неполный четвертый рапорт, 3 петли симметрии и плюс 2 кромочные. То есть, 12 плюс 3 плюс 2 кромочные, 17 петель. Две начальные петли я набираю на одну спицу для того, чтобы не были растянутые крайние петли. Затем приставляю вторую и набираю еще 15 петелек. 3, 4, 5, 6 и так далее. Наши петельки набраны. Далее достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных двух петелек. И начинаем вязать первый ряд. Кромочную первую снимаем непровязанной. И так будет в каждом ряду, в начале ряда кромочная сниматься. Далее чередуем 3 лицевые. 1, 2, 3. И четвертая петля снимается просто непровязанной. Отправляем ниточку перед работой нашей. И снимаем за работой вот эту четвертую петлю непровязанной. Ниточку спускаем назад. То есть получилось, что мы не сделали накид, а ниточку спустили перед работой. Повторяем. 3 лицевые. 1, 2, 3. Отправляем вперед перед работой рабочую ниточку. И снимаем непровязанной нашу петельку за работой. Переносим на правую спицу. И последний третий раз. 3 лицевые. 1, 2, 3. Нить перед работой. Снимаем непровязанную четвертую петельку. 3 петли симметрии. У нас 3 петли лицевые, как и в начале ряда. И кромочная петля изнаночная. Далее второй ряд. Кромочную снимаем непровязанной. И вяжем 1 петлю лицевую. Далее мы отправляем ниточку перед работой. И спускаем непровязанной вот эту вторую петельку. Далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова отправляем ниточку перед работой. И снимаем четвертую петельку. 3 лицевые. 1, 2, 3. Четвертую петельку снимаем непровязанной ниточкой перед работой. Накиды не делаем. снова 3 лицевые 1 2 3 отправляем вперед ниточку перед работой и снимаем за работой свободную четвертую петлю на правую спицу предпоследняя петля у нас лицевая и кромочная петля у нас изнаночная и в каждом конце ряда кромочную петлю я буду вязать изнаночной третий ряд кромочную снимаем далее у нас идут три лицевые то есть мы повторяем третий ряд как 1 3 лицевые четвертая петля нить перед работой спускаем на правую спицу 3 лицевые 1 2 3 нить перед работой и переодеваем на правую спицу 3 лицевые 1 2 3 нить переносим на правую спицу петлю переносим на правую спицу не перед работой далее 3 лицевые 1 2 3 петли симметрии и кромочная петля изнаночная То есть мы с вами повторили наш первый ряд. Четвертый ряд мы повторим как второй. Кромочную снимаем непровязанной, далее вяжем одну лицевую. Снимаем непровязанной на правую спицу петлю нить перед работой. То есть смотрите, мы всегда будем чередовать три лицевые, одна спущенная четвертая петля. Но чтобы понять правильно, где вязать лицевые, а где спускать петельки, нам нужно разобраться в узоре. У нас есть переснятые петельки без провязывания, нить перед работой. С этой стороны они у нас выглядят как вот эти красивые лицевые ряды. Вот такие лицевые петельки, столбики. Вот как раз таки эта лицевая снятая петля, с той стороны это изнаночная без провязывания. По обеей стороны от этой лицевой косички красивой центральной есть две изнаночные. Вот эти три петли, по центру спущенная петля, будут три лицевые. Далее будем спускать четвертую петлю, вот эту вот непровязанную. То есть смотрите, мы сейчас спустили непровязанную петлю, как бы часть того рапорта. Далее три лицевые. Один, два, три. Как вы видите, по центру оказалась эта лицевая красивая. Далее нить перед работой спускаем петельку. Это уже с той стороны будет красивая лицевая. Далее снова три лицевые. Один, два, три. Вот она лицевая косичка и по обеей стороны от нее две лицевые. То есть по одной. Снова спускаем непровязанную четвертую петлю. Три лицевые. Один, два, три. Четвертую спускаем непровязанной. Нить не забываем оставлять перед работой. Накиды не делаем. И у нас получается вот он рапорт. Четыре наши петельки, три лицевые, одна спущенная. Но из этих лицевых центральная идет красивая косичка. И затем для петли симметрии мы вяжем одну лицевую, кромочная петля последнего ряда, изнаночная. То есть мы повторили с вами второй ряд. Затем пятый как первый. Кромочную снимаем и смотрим, где у нас вытянутые петельки пересняты. Вот она у нас, она красивая. Вторая после нашей кромочной. То есть сняли. И вот они, вторая, третья петля. Вот она лицевая косичка, значит по обеих сторонам тоже лицевые. Мы начинаем вязать ряд с трех лицевых. 1, 2, 3. Затем в четвертую петлю спускаем непровязанной нить перед работой. Снова три лицевые. 1, 2, 3. Нить спускаем перед работой. 1, 2, 3 лицевые. Нить спускаем перед работой. петельку переснимаем в конце ряда 3 петли симметрии 3 лицевые и кромочная петля изнаночная поворачиваем наш ряд и вяжем шестой ряд как 2 кромочную снимаем далее у нас идет одна лицевая почему лицевая здесь как я понимаю потому что вот они 3 лицевые от них 1 идет спущенная значит это после кромочной у нас лицевая теперь спустили одну петлю нить перед работой 3 лицевые 1 2 3 нить спускаем перед работой петлю переснимаем далее снова 3 лицевые петлю спускаем 3 лицевые петлю спускаем вот таким вот образом я буду чередовать до тех пор пока у меня не наберется по длине наше полотно по обхвату головы если у вас скажем так голова рядом и вы вяжете к примеру на себя то соответственно вы вяжете просто длинный шарфик условно говоря и измеряете на голове насколько нужно он чтобы у вас был длинным если же вы знаете обхват головы но у вас нет скажем так человека рядом чтобы примере то вы просто берете сантиметр и слегка в при растянутом виде измеряете чтобы у вас было полотно длиной в окружность головы и вот так вот дальше продолжаем у нас получается красивая резиночка патронтаж которая называется или патронная лента вот мы вяжем ее нужной длины по обхвату головы всегда чередуем 3 лицевые 4 спускаем но при этом спущенные петли у нас должны находиться вот здесь вот промежутки между красивыми вот такими колосками центре каждого колоска у нас лицевые петли соответственно по обеим сторонам от колоска должны быть тоже по одной лицевой 4 спущена 3 лицевые 4 спущенная там где спущенная посмотрите вот такие вот как бы разделительные полосы наших колосков если вы посмотрите не с лицевой стороны а с изнаночной то у вас получается 4 колоска вот они 1 2 3 4 и вот так вот продолжаем вязать дальше довязали нужный обхват у нас получился вот такой вот шарфик теперь я поворачиваю стороной там где у нас не 4 вот такие вот полосочки а 3 кверху с одной стороны и с другой стороны вот таким вот образом сейчас мы и будем стягивать наше связанное полотно для этого я беру вот эту нашу ниточку после того как закончила вязание достаточно длинный вот такой вот я оставляю краешек ниточки и отрезаю далее отлаживая в сторону то что у меня отрезано а этот краешек вставляю в иголочку теперь поворачиваю к себе вот этой первоначальной стороной и у меня с одной стороны вот такие вот трубчики а с лицевой стороны там где у нас три косички вот такая косичка тоже вот эту косичку я начинаю стягивать каким образом смотрите я нанизываю первоначально вот таким вот образом петельки чередуя вот и затем дойдя до конца на низа вот таким вот образом петельки я их стяну сейчас я покажу как это выглядит хорошо протягиваем ниточку придерживаем и вот таким вот образом у меня получается стянутый край с одной стороны и теперь берем поворачиваем наше вязание и нанизываем открытые петельки с другой стороны я поочередно нанизаю петельки на иголочку перенося со спицы вот так вот наши петельки дойдя до самой последней петельки я также ее переношу со спицы на иголочку и что у меня получается у меня получается что мы нанизали сначала одну сторону а затем открытые петельки другой стороны и получился вот такой вот обратите внимание круг вот мы его хорошо хорошо стягиваем придерживаем краешек хорошо что у нас ниточка в два сложения это получится достаточно плотно и аккуратно посмотрите что у меня получилось в итоге и сейчас нам очень важно достягивая вот это наше полотно с одной и с другой стороны кругом зафиксировать вот эту ниточку остаточек хвостик при наборочной косички изначальной и вот этот хвостик я еще раз продену сквозь наше вязание и закреплю затем нам лишь останется спрятать хвостики и первое из украшений я вам предлагаю какую-нибудь брошку возможно эта брошка будет не такая как у меня это я вам просто как пример могу показать вот возможно вы хотите более скажем брошку вытянутую то есть возможно у вас какая-то свисюлька как брошка начал мне цепляется но в принципе вот это как одно из видов украшения но так как мне кажется что это слишком простой вид для скажем украшения такой брошкой то я сделаю такую здесь некую перепонку которая спрячет мое скажем стягивание и придаст какой-то некой такой вот пикантности скажем виду моей повязочки поэтому я рекомендую взять снова спицы и ниточки которые у вас остались ниточка обратите внимание одинарная то есть я беру всего лишь ниточку с одного моточка и набираю 10 петелек то есть я беру те же спицы но ниточку одинарную точно также я начиная с двух петель на одну спицу затем еще набираю 8 петелек и так две начальные затем три четыре пять шесть семь восемь набрав ниточки наши петельки вытаскиваем одну свободную спицу и начинаем вязать первый ряд первый ряд очень простой первая у нас вяжется кромочная лицевой во всех последующих рядах я ее просто буду снимать не провязанной далее мы ставим рабочую ниточку перед спицей и снимаем не провязанную вторую петельку далее повторяем лицевая снимаем не провязанную петельку нить перед работой снова лицевая не провязывая петельку снимаем нить перед работой лицевая и последняя кромочная изнаночная далее поворачиваем на второй ряд кромочную снимаем далее у нас идет изнаночная там где изнаночная мы ставим ниточку перед работой и снимаем не провязаны там где вот она лицевая по чередованию вяжем лицевой снова изнаночную снимаем нить перед работой лицевую вяжем лицевой изнаночную снимаем нить перед работой лицевая лицевой и кромочная последняя у меня изнаночная третий ряд все тоже самое кромочную снимаем далее у нас идет изнаночная изнаночную снимаем не провязанной нить перед работой лицевую вяжем лицевой изнаночную снимаем не провязанной нить перед работой лицевую вяжем лицевой изнаночную снимаем лицевую вяжем кромочную последнюю вяжем изнаночной первую кромочную мы снимаем снова там где изнаночная снимаем нить перед работой, лицевую провязываем лицевой, изнаночную снимаем нить перед работой, лицевую провязываем лицевой. И так я буду таким вот образом вязать, пока у меня не наберется некая высота вот такого вот вязания. Если вы провяжете высоту вот таким вот образом, изнаночную не провязывая, лицевую провязывая, обязательно нить перед работой, когда снимаете изнаночную, и кромочную, последнюю изнаночную, первую снимаете непровязанную. У вас получается такое некое круговое вязание. Вот двойная полая резиночка это вязание называется. И я на 10 петельках провяжу вот такую вот резиночку и получится красивая такая вот двусторонняя лицевая гладь. И потом я ее поставлю на, скажем так, промежутки, там где делали стягивание на повязочке. То есть я сейчас вот буквально несколько рядочков провяжу и покажу, что это получается у нас. Итак, провязала я сантиметра 8 и вот так вот повытягивайте хорошо петельки, чтобы они стали у вас на место. У нас получилась такая вот двусторонняя лицевая красивая гладь. Что мы делаем? Мы берем нашу повязочку и вот так вот примеряем с задней стороны до серединочки и точно так же с другой стороны до серединочки. Все, посмотрите, у нас как бы получается красивый завершенный вид. А теперь уже, конечно, по желанию можете оставить вот так. Можете теперь цеплять еще раз какие-нибудь брошечки. То есть мне кажется, что так имеет красивый более завершенный вид, чем просто при стянутом полотне. Но, честно говоря, в принципе и так и так и достаточно красиво. Это уже зависит от вашего вкуса. Я буду делать с вот такой вот перепоночкой. Вот брошечку можно прикрепить, можно нет. То есть на ваше усмотрение. И теперь, примерив свою вот эту вот полосочку центральную, я понимаю, что мне около 8 сантиметров то, что я связала достаточно. Теперь я беру точно так же отрезаю, оставляю небольшой хвостик ниточки и буду сейчас пришивать вот эту полосочку к центру повязки. Отрезав ниточку основную при вязании, я сейчас вот этот хвостик, который мы набирали вначале, закреплю несколькими воздушными петельками и спрячу в центр вязания. То есть, если вы посмотрите, у вас центр получается вот так вот в круге. Вот я прячу этот хвостик в центр, мне он не нужен. Вот. И чтобы в дальнейшем он мне не мешал, я просто крючочком его продену вовнутрь. Хотите, можете спицей продевать, чем вам удобно. И отрезаю вот этот хвостик, то есть, чтобы он мне не мешал в дальнейшем при пришивании. Все, у меня получилось вот такой краешек. И вдеваем ниточку нашу рабочую в иголочку. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы просто стягиваем наши петельки. Вот так вот переодеваем наши открытые петли. Я ничего не закрываю, я просто переодеваю открытые петельки на иглу и стягиваю. В образовавшуюся петельку при стягивании я продеваю еще раз вот так вот наши петельки. У меня получается такая вот петля. Я еще раз могу сквозь нее продеть и закрепляю наши петли. У меня получился вот такой вот закругленный край. Вот. Ничего страшного, он у меня будет, скажем так, снизу. Вот. И я поворачиваю той стороной, где у меня здесь красивые вот петельки. Зубчики, а здесь петельки. Беру далее свою повязочку и вот так вот прикладываю, чтобы посмотреть, как у меня будет. Вот. С внутренней стороны я оставила закругленный вид. С внешней стороны я беру и кладу вот так вот прямой стороной. И теперь я предлагаю вам пришить вот так вот, хватая за петельки с одной, то с другой стороны, с одной, то с другой стороны. И вот так вот сшить, скажем, нашу центральную полосочку. Вот я сшила за петельки, захватывая то с одной, то с другой стороны. У меня получилось с внутренней стороны точно так же гладко и красиво, как и с внешней. Вот. Теперь прячем вот этот хвостик ниточки с внутренней стороны. Если хотите, можете зафиксировать ближе вот эту вот, скажем, центральную полосочку. Вот здесь вот в центре, то есть чтобы она не ходила в бок. Вот. Но, в принципе, она и так остается достаточно зафиксированы. Теперь нам остается спрятать хвостик и опять же таки, по желанию, вернуться к брошке. Если у вас более такой вот городской вариант, то, соответственно, можете оставить и вот так. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось, было интересно. Не забудьте подписаться, кто еще не подписан на мой канал. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!